На нас смотрятся страхом враги рабочего класса. Они обидят на практике, на что способен рабочий класс, на что способен трудовой народ. Я впервые увидел Никиту Сергеевича Хрущева, то ли в году в 37-м, то ли в 38-м. Я не помню всего, о чем он говорил, естественно, это было давно. Но меня тогда поразило, что этот невысокого роста человек, такой полноватый фигуры с небольшим брюшком, обладает огромнейшим внутренним зарядом энергии. Он клокотал. Из него вырвались фразы, как будто кто-то нагнетал, выскакивали. Он меня увлекал, он меня завлекал, он меня брал в свои сети. И я убеждался в том, что это действительно враги народу. Это действительно люди, которые не хотят добра, радости и счастья моему народу. 27 июня 1937 года Хрущеву сверху был спущен очередной план. До конца года в Москве и Московской области найти и арестовать 35 тысяч врагов народа. План был Хрущевым выполнен и даже перевыполнен на несколько тысяч человек. Знаете, такая уж порода большевиков. Много, а мы говорим, еще мало. Еще мало. Он действительно верил, что это все враги. Что враги эти мешают нам строить новое общество. Толкают нас на путь капитализма. Чем выше положение было в обществе, в партии, у человека, тем больше его ошибки были, крупнее. Никита Сергеевич Хрущев сыграл свою тяжелую роль. Неужели Хрущев так бесповоротно и безоговорочно уверовал в то, что вокруг враги? Даже если так, то в этом Хрущев был не одинок. Вся страна безропотно следовала сталинскому плану. Большинство верило, а кто-то, скрипя сердце, просто участвовал в этом кошмарном маскараде. КОНЕЦ Продолжение следует...